Итак, мы сегодня решили пойти в небольшой поход в джунгли. Место называется водопад Бахо. Кайшун по деревне. Цикады непонятные. Странный звук. Это цикады, как Недина говорит. Он непрекращающийся, несмолкаемый. Довольно неприятно. Непривычка. Это начало нашего похода. Вот мы продолжаем свой поход. Уже начинается экзотическая природа. И уже как-то страшноватенько. Какие-то звуки. А звуки какие-то странные, Дима. Кто вон? Нет, а еще другой звук. Не цикадный. В джунгли. Дима, почему она не летит? Где собака подал? Вот она. Смотри какая. Стой, 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 стойди. Здоровая. Такой котыки, какие мы видим. Пахнет медом. Пахнет медом. Да, согласна. Как подается мед такой, да? Жаль, что нельзя запах передать. Запах, даже, наверное, как жасмина с медом. Запах вообще невероятный. Горный мед такой. Кроме бабочек, пока здесь никаких живностей нет. Ой, как классно здесь, красиво. Вот спускайся. Спускайся, спускайся. Где? Норище? Норище, да. Ой, какая красота. Я тебя правду. Там вот впереди вот такой вот тонкий-тонкий мостик. Я вижу его, тонкий мостик. Мне уже страшно. Стой, Дима, тебя в фотографии. Мы лезли по каким-то невероятным тропам, невероятным камням. Перепрыгивали какие-то ручейки и водопадики. Невероятная длокота и жара. Но мы еще не дошли, да. Но мы еще даже не дошли до первого водопада. Говорите. Говорит. А что говорить? Уже все. Впечатление, говорит. Ну, ты что сказала. Впечатление суперное. Идет по лесу, там пахнет как жасмин такой, запхозьберенный. Но сама погода, конечно, не особо. Да, погода ужасная. Духота невозможная. А хоть скупаться, не ездит просто, потому что ты ручей. Ну и красота в то же время невозможная. Да, видал два тигра. Духота. Но они не стали там. Наконец мы добрались до первого водопада. На самом деле мы были вон там. Красота неимоверная. Вообще не передать словами. Никого нету. Один нет. И леопарды. И питоны. Жуги. Ну, визита, надеясь. Все. Не прыгать. Но он джампинг. Продолжение следует...